Здравствуйте, друзья! Привет сообществу! Сегодня у нас на канале обзор ножа Культратек Swarn 4-го поколения. Проект Swarn 4 – это полноразмерный складной нож с длиной клинка в 100 миллиметров и толщиной клинка 3,3 миллиметра. Вес ножа 143 грамма. Замок Liner Lock, исполнение Flipper. Всего в проекте суммарно до 100 ножей. Стоимость новинки стартует от 300 тысяч рублей в зависимости от варианта исполнения. Такого я еще никогда не делал. Вот такого видео я еще никогда не снимал. Понимаете, в чем дело? Любая история, не важно, что это будет, обзор ножа, рассказ про велосипед или там рассказ про извержение вулкана – это не столь существенно. Любая история на YouTube, любая документальная история должна включать в себя, что называется, базовые элементы. Это справедливо, конечно, если автор планирует на какие-то большие просмотры, если автор планирует охватить максимально широко свою аудиторию. Базовые элементы следующие. Естественно, первое – это вопрос, а что мы обсуждаем и зачем мы это обсуждаем? Должна быть какая-то фактура, какая-то история позади ключевого события. Разумеется, должен быть конфликт, но не обязательно в негативном ключе, не обязательно, но столкновение быть обязано. И, конечно же, в итоге должна быть развязка, должна быть понятная концовка. Ну, как вы понимаете, вот такая структура и в обзоре ножа я, что называется, предвижу сложности. Но это еще не все. Давайте не забывать, а где мы, собственно, находимся. Это все-таки YouTube. И здесь есть, что называется, средняя длительность просмотра ролика. Она составляет 6 минут. Это с учетом того, что на YouTube есть видео по 8 часов. И если ты хочешь развиваться на видео-сервисе, ты обязан учитывать тренды, обязан учитывать правила. И поэтому, создавая видео, ты так или иначе стараешься где-то упростить, где-то обрезать. По факту ты делаешь все, чтобы видео не было скучным, не было затянутым, оно было темповым. И на самом деле это правильно. Но очень многое остается за кадром. Сегодня на обзоре нож уникальный. И сегодня я не буду делать материал с оглядкой на тренды. Видео будет долгим. Долгим видео будет, потому что будет детальным. Сегодня мы с вами не просто обсудим каждый элемент ножа. Помимо этого, мы сравним элементы через поколения. У любого интересного ножа есть не только внешняя идея. Идея, с которой он рождается и выходит к людям. Но есть, что называется, внутренняя идея. Если хотите, идея конструкционная. Есть внутренняя борьба. Когда желание сделать лучше, разбивается об ограничения производства. Ну и чаще всего о цену. И об этом мы тоже поговорим. Мы кратко поговорим о тестах. На данный момент один канатный тест четвертого сварна уже состоялся, а один все еще в процессе. Сегодня мы разберем сталь ZAP Z420. Это новинка на нашем рынке стали. А второй тест все еще идет. И это инструментальная сталь Vanadis 6, которая пока работает и пока сдаваться не планирует. Vanadis 6 мы с вами изучим в отдельном видео. Сварн как модель, как складной нож появился в конце 2015-го, начале 2016 года. Речь, естественно, о первом поколении. Четвертая генерация сварна по плану будет полностью выпущена в 2025 году. Ну то есть 4 поколения сварна это почти 10 лет жизни модели. И за все это время было и будет произведено до 335 штук. Ну то есть всех ножей, всех поколений, всех версий или видов, всего сварна в 4 генерациях было и будет до 335 штук. Сварн это довольно редкий нож и правильным будет заранее сказать вам мое отношение к четвертому сварну. На мой взгляд, четвертый сварн это лучший нож в мире. Причем не победитель топа 2022 года. Даже если будет такой топ, сварна там не будет. Это не лучший нож какой-то категории, не лучший при каких-то условиях. Нет. Иногда в комментариях спрашивают, Руслан, а вот какой нож лучший? Ну, вообще лучший. Отвечаю, сварн 4. Вы можете сказать, Руслан, ты не объективен, но потому как Культратек предоставляет ножи на тест, на обзоры вообще помогает каналу. И вы, в общем-то, практически не ошибетесь. Я действительно не объективен. Но не потому, что компания Культратек помогает моему каналу. Моему каналу помогает очень много кто, в том числе и вы. Лайками, комментариями, подпиской. Мысли в обзоре всегда мои и только мои. Так было всегда и будет всегда. Почему так? Я об этом уже говорил неоднократно и с удовольствием повторю. Мое преимущество в том, что мне по сути и говорить ничего не надо. За меня говорит веревка. Не объективен я совершенно по другой причине. Сварн второй по частоте тестов нож на канале. По актуальной методике на данный момент было проведено больше 130 тестов. А за 10 лет истории канала их было много больше. Я не объективен потому, как у меня с ножом своя история. И меж тем, второй сварн, сварн третьего поколения, это, мягко говоря, непростые ножи. Они стали рекорды. Они великолепно работали. Так почему же именно четвертый лучший? И мы выясним это сегодня. Я не только покажу и расскажу, но и приведу аргументы. И очевидно, сварн это фактически гиперкар среди ножей. Его стоимость, его редкость делает его недоступным для большинства людей. И я отвечу, а почему, собственно, этот нож важен для всех ножоманов. В том числе и для тех, кто даже близко к нему не подойдет. Вот теперь мы можем начинать. Ультратекс Варн это полноразмерный складной нож с длиной клинка в 100 мм. В базе сего ножа скелетонизированные титановые лайнеры. На лайнер установлена накладка из карбона. Фиксация накладки идет за счет винтового соединения титановой вставки и титанового лайнера. То есть фактически мы имеем своего рода бутерброд, где между титановым лайнером и титановой вставкой располагается накладка. Но такая конструкция у ножа была не всегда. Первое поколение ножа выполнено иначе. Идея сварна всегда была проста – создание качественного ножа на шайбах. Ультратек хотели создать удобный и понятный нож, при этом с одной стороны нож интересный, технологически сложный, а с другой простой в обслуживании. Внутреннее устройство сварна насыщено элементами и может показаться, что нож сложен именно в обслуживании. На деле это не так. Фактически для чистки, смазки, то есть для обслуживания необходимо открутить две гайки и все. И ключ для этого идет в комплекте. При разработке первого поколения сварна ребята хотели получить полноценную накладку из карбона, но без сквозной фиксации. Ну то есть по факту хотели уйти от россыпи отверстий винтов на рукояти. Задачу решили довольно любопытно. Чаще всего такой монтаж накладки осуществляется на клей, но в случае первого сварна накладка крупного размера, а лайнер скелетный. Клей в данном случае решение сомнительное. Впрочем, совсем без клея не обошлось. На первом сварне в карбоновой накладке сделаны ниши, в которой вклеены гайки и уже в эти гайки вкручены винты. На видео очень хорошо видна разница между первым и вторым сварном. Несмотря на то, что первый сварн не был, первым ножом к Ультратек, огромное количество вопросов в производстве приходилось решать, что называется на месте. Второй сварн учел опыт первого поколения, и ребята решили обыграть крупную накладку по-другому. Не наращивая количество отверстий, винтов снаружи, полностью уйти от клея и добавить жесткости. Второй сварн появился в 2018 году, и в том же 2018 году сварн второго поколения выиграл Блейдшоу в Атланте. Второй сварн изменился почти в каждом элементе по сравнению с первым, и этот обрез сохраняется до сих пор. Именно на втором сварне появился фирменный сэндвич на рукояти, когда вставка в накладку жестко фиксируется на скелетном лайнере. Такая конструкция не содержит клея, создает наполнение рукояти при сохранении малого веса и обеспечивает необходимую жесткость. По итогу сварн это нож с фиксацией на двух осях, и конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы обеспечить необходимую механику на шайбах. Как первый, так и второй сварн изначально строились на базе карбона и титана ВТ-6 в качестве материалов рукояти. Однако жизнь не зла коррективы. Второе поколение получило несколько уникальных ножей в единственном экземпляре. Появился Тимаскус, Циркутима, Кумэ, ну и естественно дерево для накладок. И вот именно вариативность материалов вставок и накладок изменила вид и форму третьего поколения сварна. Третий сварн появился в 2019 году и проект закрылся в 2021. Как и случаи второго поколения, проект был ограничен максимальным количеством до 100 ножей и от второго отличался эволюционно. Изменений хоть и было много, но большая часть из них лежит вообще вне плоскости самого ножа, а скорее касается производства. Рукоять третьего сварна, пожалуй, одно из самых заметных отличий от второго поколения. Изменилась вставка. По сути, вставок стало две. Забегая вперед, вставка на четвертом сварне вернулась и родное обличье по той же причине, почему стала разделенной на третьем. И причина это в дереве. Дерево в качестве материала рукояти ценится не только за свой внешний вид, но или редкость. Дерево тактильно отличается от карбона. Вставка на третьем сварне стала разделенной именно из желания дать накладки воздуха, дать материалу пространства. Четвертый сварн вернул родную форму вставки. Я говорю родную, потому что сильно рад такому изменению дизайна. На четвертом сварне, возможно, будут накладки из дерева. Возможно, будут на каких-то версиях в единственном экземпляре. Но в изначальном плане производства дерева нет. Видите ли, ситуация следующая. Но помимо того, что сварн нож дорогой, это еще и очень удобный нож, в том числе в обслуживании. Две гайки и все, а дальше шайбы, все просто. И отсюда количество коллекционных ножей, ну то есть полочников, не очень велико. Сварн в эксплуатации много, и именно практический опыт, что называется, свернул дерево в списке опций. К сожалению, реальность такова не столь существенно, что именно будет на рукояти. Какая именно ценная порода дерева? Айронвуд это будет, гренадил это будет, это не важно. Охота, рыбалка, поход это всегда сырость. И дерево всегда будет дышать. Всегда может измениться в размерах, и это может создать проблемы. Поэтому основной материал четвертого сварна это карбон. Конкретно в нашем случае хаотичный карбон от фэткарбон. На третьем сварне использовался карбон-карбонплейт. Бэкспейсер на первом поколении был из стали. Впоследствии материал сменился на титан. Отличия бэкспейсера между вторым и третьим поколениям минимальны. А вот на четвертом бэкспейсер изменился во всех направлениях. Изменился рисунок, но главным образом усложнилась сама конструкция бэкспейсера. В нем появились вставки из карбона. Точно такой же карбон, как и на рукояти. Также усложнилась обработка, фаски стали полированными. Рукоять на четвертом сварне переработана буквально в каждом элементе. Скелетный характер лайнера сохранился, но при этом увеличилась его толщина с 2,4 мм до 3 мм. Центральная колонна стала больше и получила собственные выборки. Сложность лайнера выросла в том числе и с лицевой стороны. Если на втором и третьем поколениях накладка была именно накладкой по факту, ну то есть лежала на плоскости лайнера, то на четвертом поколении накладка по факту это тоже вставка, ну так как располагается в собственном углублении. Повышенная толщина лайнера связана еще и с тем, что необходимо более точно позиционировать эту накладку. Тонкие полоски карбона во вставке это не отдельные кусочки, это часть большой детали. По аналогии со всеми остальными существенно выросла сложность обработки вставки в сравнению со вторым и третьим поколениями. Вставка на четвертом поколении, как и остальные корпусные элементы, после фрезеровального станка проходит шлифовку, пескоструйную и дробеструйную обработки, галтовку и после деталь шлифуется и полируется вручную. Объем ручной работы на сварных всегда был запредельным. Но на четвертом поколении количество ручной шлифовки и полировки только деталей рукояти выросло в два с половиной раза. Вставки на двух лайнерах и клипсов в совокупности удерживают 10 винтов. Это на два больше, чем было на предыдущих поколениях. Внутренние винты ножа на первом поколении были покупными, а на втором поколении и далее винты уже собственного производства. Клипса представляет особый интерес. Сложность клипса на четвертом сварении выше предыдущих поколений и выше существенно. По функционалу клипсе нет никаких вопросов. Она менее жесткая, чем клипса на третьем поколении, но более жесткая, чем на втором. Клипсы на втором и четвертом поколениях похожи, но на третьем сварении клипса другая. Во-первых, она существенно жестче второго поколения, и можно сказать, что клипса на третьем сварении стала проще, чем была на втором. Во многом это объяснимо линиями ножа, ведь на всех поколениях клипса вписывается в дизайн. А вот жестче клипсу сделали потому, что сварн, как я уже говорил, это полевой нож для многих владельцев. И посадка второго сварна на ватник порой приводила к разгибанию клипсы. Поэтому на третьем сварне клипса стало жестче. Четвертый сварн по жесткости чуть мягче третьего, и по конструкции и финишу насыщеннее всех. На клипсе также сложный финиш, обилие ручного труда, полировка фасок и вставка из золота. На карман четвертый сварн садится практически так же хорошо, как и второй. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Клипса на четвертом сварне великолепная клипса. Отличная клипса. И по-хорошему к ней можно вот именно что придраться. Но, понимаете, вот с точки зрения правильных понтов, ничто не сравнится с клипсой первого сварна. На первом поколении была стальная клипса. И не просто стальная, а то была холодостойкая сталь, применяемая в космической промышленности. Ну, то есть буквально сталь для деталей, работающих в космосе. И это была литая клипса. Это не фрезеровка, это литье. Ну, конечно, внешне клипса на первом поколении простовата. И справедливо получила замену. Но идея и материалы это очень интересно. И надеюсь, когда-нибудь такие материалы получат второй шанс. Мы с вами разобрали рукоятку ножа, разобрали клипсу. И перед тем, как переходить к клинку, сделаем, что называется, небольшую паузу и поговорим о проведенном тесте ножа. Я напомню, в данный момент идет тест инструментальной стали Vanadis 6 на твердости в 67 единиц по шкале Роквилла. И по Vanadis будет отдельный материал. Почему отдельный? Ну, потому как у каждой медали две стороны. Супер нержавейку мы разобрали, вот теперь надо уравновесить. Ну и благо повод у нас очень хороший. Помимо прочего, Vanadis 6 это ведь не быстрорежущая сталь. Вопреки распространенному заблуждению, серия Vanadis это не красностойкие стали. Это совсем другая история. Нам будет о чем поговорить. Сегодня же речь пойдет о более традиционной суперстале. Второй тест ножа, тест стали ZAP Z420, уже состоялся. Вот его мы и обсудим. Сталь Z420 это порошковая нержавеющая суперсталь. Состав перед вами, и мы видим серьезное наличие угля и мощную группу Vanadis. Компания ZAP ведет свою историю с 1701 года и характеризует себя как семейная глобальная компания. По сути же ZAP это транснациональная корпорация. Точных данных о происхождении и предпосылках стали у меня нет. Но вот по тем данным, что есть, главным образом исходя из состава и документов сайта компании, можно уверенно предполагать, что сталь Z420 имеет, если хотите, очень близкое родство со сталью S90V производства компании Crucible. Составы обеих стали перед вами. Вот именно от S90V, как от печки, мы и будем плясать. Результаты тестов перед вами, и результаты в целом можно характеризовать как великолепные. Но для Культратека скорее все-таки речь идет о нормальном результате. Очень бы хотелось сказать, что сталь Z420 производства компании ZAP это что называется не просто такая неплохая суперсталь, а это интересная сталь, которая имеет свои плюшки, какие-то свои микронюансики и занимает свою нишу среди суперсталей. Но вот пока, пока я подчеркиваю, пока так, к сожалению, не получится. Результат хоть и незначительный, но все-таки проще S90V, и что гораздо важнее, точился нож иначе и вел себя в процессе теста тоже не так, как ведет себя сталь S90V. Сталь S90V, показывая неплохие результаты на тесте, обладает высокой пластичностью. Существенно более высокой, чем М398 или 125-ка. Зарусианец на S90V требует к себе внимания, несмотря на то, что речь идет о твердости в 64 единицы. Собственно, именно это сочетание, хорошей производительности, высокой пластичности и приемлемой нержавучести, собственно и сделало S90V популярной сталью. М390, например, вполне может спорить с 90-й сталью Crucible в производительности, и скорее всего победит ее в плане ржавчины. Но S90V будет лучше именно в устойчивости. В свою очередь Z420 такую устойчивостью похвастаться не может. Создается ощущение, что сталь работает около своих предельных возможностей. Ну то есть, по сути, пластичность Z420 сходна со 125-кой, но при существенно более скромных результатах на тесте. Z420 это определенно суперсталь, здесь сомнений нет, и производительность у нее весьма и весьма приличная. Но вот каких-то качеств, позволяющих выделить ее на фоне уже отработанных проверенных сталей, у Z420 на данный момент не видно. И завершая протесты, кратко скажу про эргономику четвертого сварна. На данный момент эргономика очень похожа в работе на третий сварн. Более точно и детально будем обсуждать эргономику в материале Аван Адисе. На всех сварнах схема монтажа рукояти и клинка остается неизменной. На всех поколениях две оси, каждая из которых оснащена выборкой от проворачивания. Плашки рукояти фиксируются гайками. Фиксация через гайки позволяет создать правильное усилие прижима, и двусторонний ключ идет в комплекте с каждым ножом. Гайки на первом поколении были выполнены из латуни и дополнительно шли с мелкими гроверами. Форма самой гайки, как и ключа, была довольно затейной, и впоследствии на втором и третьем поколении форму, к счастью, упростили. Дело здесь не столько во внешнем виде. Такая затейливая форма осложняла разборку ножа. На втором и третьем поколении чаще всего гайки были из титана и бронзы, но встречались и другие материалы. Существенной разницы в форме гаек между вторым и третьим поколением нет, а вот на четвертом сварне форма изменилась, впрочем, без ущерба функционалу. На гайках появились небольшие выборки, финиш и обработка по аналогии с остальными элементами усложнились, фаски получили ручную полировку, и как на всех остальных деталях, на гайках большой объем ручного труда. Большой объем ручного труда, большой объем ручного труда, большой объем ручного труда. Что это, черт побери, такое? Большой объем ручного труда! Арсений, воды выпейте, пожалуйста. Но вы знаете, по сути ведь это правда. У меня действительно нет каких-либо математических цифр, каких-то формул, каких-то факторов или маркеров, которые позволят вам получить определение, которые позволят вам отделить светло-серое от темно-серого. Но я могу показать. Вот так выглядит накладка из карбона на готовом ноже после пресловутого большого объема ручного труда. А вот так она выглядит после станочной обработки. Шлифуются и полируются все грани, все плоскости. И работать нужно аккуратно, со знанием дела. Суть ведь не только в том, чтобы было гладенько и блестяще. Здесь ведь обилие ребер, обилие резких переходов, сопряженных плоскостей. И все это должно оставаться интактным. С клинком все точно так же по сути и на порядок сложнее на деле. Вот так клинок выглядит после всех этапов станочной обработки. К сожалению, в ножевом сообществе до сих пор живет иллюзия на тему это же ЧПУ. Создается ощущение, что иные люди, рассуждая ЧПУ-станке, предполагают не металлообрабатывающий станок, а попросту банкомат, который выдает даже не готовые изделия, а сразу деньги. А в реальности, конечно, это не так. ЧПУ-станок выдает лишь заготовку, которая после должна пройти дополнительную обработку. И порой так бывает, что качество ты можешь получить только руками. И с вашего разрешения, Арсений, я все-таки вернусь к ножу. Основное новшество гаек четвертого сварна – карбоновые вставки, по аналогии с бэкспейсером. Карбон точно такой же, как и у накладки, и карбоновые вставки в гайке запрессованы. Пожалуй, меньше всего через поколение менялись шайбы, а не на всех вариантах бронзовые. Есть небольшая разница в размере у последнего поколения из-за переработанного лайнера. В остальном же шайбы не менялись со второго поколения, а от первого сварна их отличает система антипроворота. Вообще, система антипроворота на сварне присутствует не только на осях, но и на шайбах. На первом поколении это был стальной штифт, а на последующих фрезерованные области как на шайбах, так и на лайнере. Я не просто так оставил клинок на финал нашей с вами беседы. Четвертый сварн обладает технически сложной и насыщенной рукоятью. Если попытаться проанализировать все изменения в деталях, то можно обратиться к производственному процессу. Сборка ножа, то есть работу с уже подготовленным комплектом деталей, занимает одну-две рабочие смены. Точно так же было и на третьем поколении. А вот время на саму подготовку деталей увеличилось. Если третье поколение занимало одну-реже-две смены на рукоять, то новый сварн требует четыре рабочие смены. Речь сейчас идет именно про ручную шлифовку и полировку. Пресловутый большой объем ручного труда. Четыре рабочие смены станочную обработку не включают. Но, например, клипса сначала вырезается из бруска. Это первая установка в станке, установка в тисках. Далее установка производится уже в собственную уникальную оправку и работа ведется с внешней стороны клипсы. Третья и четвертая установки также в своих оправках работают, соответственно, с правой и левой сторонами клипсы. После идет пескоструйная, дробеструйная обработки, галтовка и уже после всего идет ручная обработка. Рукоять сварна – это существенная часть ножа. Но все-таки сварн построен вокруг клинка. В плане клинка первое и второе поколения ножа отличаются полностью. Ну, то есть абсолютно. Отличается вообще все. Металл, финиш, принципы производства и технологии производства в том числе. В плане клинка сварн стал сварном именно со второго поколения. При этом внешний клинок менялся специфически. А бриз клинка, ну, силуэт, он по сути идентичен от второго поколения к текущему. Ну, точно так же сохранились основные размеры. Все остальное менялось сильно. Изменилась форма и размер плавника. Менялся долл. Долл на клинке прошел все возможные варианты производства. Работала как прорезная эрозия, так и прошивная эрозия. Использовалось фрезерование. И главное, постоянно шло совершенствование финиша клинка. Если подготовка деталей рукояти занимает 4 рабочие смены, сборка – 2 рабочие смены, то вот подготовка клинка после станка занимает от 10 рабочих смен. Если же речь про стали типа 125 В, то этот срок много больше. Вообще, производство клинка по сути определяет, как именно будет делаться все остальное. Сейчас на живом сообществе вы можете слышать утверждение, дескать, современное серийное производство клинков – это такой, в лучшем случае, серьезнейший компромисс. А порой и просто низкое качество. На мой взгляд, на мой взгляд, так утверждать по меньшей мере неверно. Суть она вот в чем. Схематично производство современного ножа можно описать следующим образом. С помощью лазера или гидроабразивной резки или любого подобного станка из полосы и стали выпиливается по контуру заготовка клинка будущего ножа. После чего на шлифовальном станке или в более современном варианте на ЧПУ в фрезере вырезается непосредственно клинок. И клинок вырезается либо полностью, либо элементно. Отдельно, спуски и так далее. И вот на этом этапе работа над клинком идет с отожженной стали. И уже после всех манипуляций фактически готовый клинок подвергают термообработке. Такой подход к производству позволяет максимально сократить стоимость расходных материалов. Стоимость абразива, фрез и износ станочного парка сокращается. И что немаловажно, максимально увеличивается темп производства. Сварн делается иначе. В самом начале процесса идет термообработка. То есть нагрев, охлаждение, криообработка, если необходимо термоциклирование, отпуск. Все это идет в самом начале. Из закалки подвергается не клинок, а пластина металла. Почему происходит так? В процессе термообработки, если работать с уже готовым клинком, скорость распространения температуры будет разной в зависимости от места на клинке. Более тонкие участки будут нагреваться быстрее и наоборот. Все это создает зоны напряжения, из-за которых клинок может повести, его банально выгнят. Но для пользователя важнее, что зоны напряжения в итоге могут оказаться в районе режущей кромки. И при работе мы получим выкрашивание, что называется, на ровном месте. Естественно, производители в курсе подобных последствий. И стараются с ними бороться. И наиболее действенный метод – это снижение целевого уровня твердости клинка. Именно поэтому я не могу сказать, что такой подход, подход современного серийного производства – это плохой подход. Все зависит от того, что вы хотите на выходе получить. Если вам нужно вписать нож в некую стоимость и в рамках этой стоимости получить продукт, то так или иначе придется чем-то жертвовать. В ином же случае, когда вы хотите получить максимальное качество, вам придется пересматривать подход к производству. У сварной это выглядит так. Первый шаг – термообработка пластины. Этот процесс может без преувеличения идти недели. После отпуска пластина идет на плоскошлифовальный станок. На этом станке пластина шлифуется в размер, после чего опять проводится снятие напряжения. Следующий шаг – вырез контура клинка и отверстия плавника на электроэрозионном станке. Следующий шаг – опять отпуск, снятие напряжений. Но на сей раз уже заготовки клинка, но еще и без спусков. После чего вырезаются спуски. И точно так же на электроэрозионном станке. Потом опять отпуск. Следующий шаг – прошивная эрозия и работа с долом. А потом опять отпуск. Наверняка фраза «отпуск металла» она, что называется, завязла в зубах. Вот за это я прошу прощения. Но знаете, друзья, из песни слов не выкинешь. Выбор именно эрозии и постоянный отпуск металла буквально между каждым вмешательством – это обязательные условия при работе с высокотвердой сталью. Несколько лет назад я общался с Максимом Салтамурадовым на тему стали Элмакс. И он сказал буквально следующее. Первые клинки с Элмаксом, которые мы обрабатывали, были на твердости в 62 единицы. И это неплохо, но немного не то. Мы нарастили мощность, и когда же начали обрабатывать Элмакс на 64 единицах, скорость износа фрез выросла буквально в 10 раз. Фрезы при работе с клинком Сварна тоже используются, но только на мелких элементах. После эрозионного и фрезерного станков клинок уходит на ручную шлифовку и полировку. Вот как раз именно этот ручной этап занимает 10 и более рабочих смен. Используются алмазные бруски всех зернистостей, начиная от 160 до 14 микрон. И алмазные пасты от 14 до четверти микрон. В качестве притиров используется и дерево, и чугун. Затачивается клинок, естественно, тоже вручную, насколько мне известно, на заточной системе профиль. Мы с вами подробно разобрали, что такое Культратекс Варн четвертого поколения. Я привел доводы и постарался аргументировать свою позицию. И сейчас пришло время мне ответить на вопросы, поставленные в начале видео. Так почему же я считаю Сварн 4 лучшим ножом в мире? Рукоятка ножа, навороченность, сложность и одновременно простота рукояти, обилие деталей, обработка этих деталей. Вот все это безусловно круто. Но не причина сама по себе. Рукоять четвертого Сварна, ее исполнение сделало для меня образ ножа завершенным. Нож как бы вернулся к себе прежнему и улучшил то, что должен был. Четверка для меня наиболее закончена. В ноже есть некая фрактальность. Когда общий обрис фокусируется в клинке, а из клинка переходит в рукоять. Из рукояти в дол, из дола во вставку и так далее. Для меня внешний вид четверки совершенно нереальный. Нож фантастически красив. И это еще не все. Мы с вами говорили о винтах внутренней фиксации. На первом поколении это были покупные винты, а далее, начиная со второго поколения, винты собственного производства. На втором и третьих Сварнах фурнитура каленой из стали 40Х13. Ну то есть по сути это сталь с высокой сопротивляемостью к коррозии. Настоящая нержавейка. 40Х13 это полный аналог стали IC420. А IC420 это стандарт индустрии. Как для лайнеров, так и вообще для ножей с высокой степенью устойчивости к коррозии. Ну например для дайверских ножей. По факту полевой эксплуатации выяснилось, что 40Х13 настоящая нержавейка, что называется по документам. На деле же нержавеющих качеств 40Х13 хватает практически всегда. И практически для всего. Практически, но не всегда. Морская вода в определенных обстоятельствах вызывает коррозию даже на 40Х13. Это редкое явление, но явление возможное. На четвертом Сварне винты и оси полностью переработали. Поменялся тип шлица, прошла унификация. Но главное, сталь заменили на IC431. Ее коррозийная стойкость существенно выше. Я повторяю, 40Х13 или IC420 это стандартно живой индустрии. И тем не менее, есть как есть. И это еще не все. Для чего переработали лайнеры на четвертом Сварне? Не, ну повышение общей жесткости это всегда плюс, как для производства, так и для использования. Но жесткости предыдущих поколений было достаточно. Переработка лайнеров это следствие модификации лайнеров. Появление фиксатора замка. Фиксатор или предохранитель на замке складного ножа идея не новая. И такая идея всегда, что называется, правильная идея. Безопасность не бывает избыточной или лишней. Однако, при этом вот далеко не все нажиманы любят предохранители. Есть люди, их немало, которые относятся к предохранителям в лучшем случае нейтрально. Почему? Понимаете, хороший складной нож это масса грамотно построенных элементов. И один из важнейших механика. Насколько нож называется плавный, однорукий. Насколько комфортно он открывается и закрывается. Насколько мягкий и понятный ход клинка. Насколько четко работает замок и вся система. Насколько все происходит бесшовно. Такого рода ощущения от ножа очень важны. А предохранитель зачастую разрушает всю последовательность. По факту тебе нужно сделать лишние движения. На бумаге это кажется ерундой. Ну, откроешь ты нож или закроешь на доль секунды позже. Ну, потянешься ты пальцем в нетипичное место. Но то на бумаге. На практике иначе. Отсюда предохранитель или фиксатор далеко не всегда принимается на ура. Идея предохранителя четвертого сварна. Интеграция в механику работы замка. Предохранитель является частью лайнера. И разбирая процесс закрытия ножа на элементы, становится понятно, что движение на деле два. Сначала ты нажимаешь на кнопку, а потом смещаешь лайнер. Но в процессе работы ты порой забываешь, что здесь вообще есть предохранитель. Потому как работа его максимально встроена в механику ножа. И это еще не все. Финиш и сложность элементов рукояти. Сумасшедший карбон. Гайки и бэкспейсер со вставками из этого карбона. Тот самый большой объем ручного труда. Переработка и доведение до абсолюта корпусной фурнитуры. Шайбы и оси с антипроворотными элементами. Предохранитель, интегрированный в замок. Все это по отдельности и вместе очень и очень круто. И это факт. Но все это оправа. Все это своего рода обрамление для основной идеи. Идеи простой и понятной всем. Нож должен резать. Если разобраться, то самый редкий сварн – это первый сварн. Было всего 35 ножей. А второе, третье и четвертое поколения уже до 100 ножей в каждом. Технически все так и есть. Но между четвертым поколением и предыдущими есть существенная разница. Отличие в самом важном. В стали. Первое, второе и третье поколения сварна были в одном похожем. На каждом поколении была сталь проекта. Ну то есть основная сталь, идущая на ножах. Выпускать проект, когда у тебя одна сталь, значительно проще. Четвертый сварн работает иначе. Да, в проекте сварн четвертого поколения все так же до 100 ножей. Как и во втором, как и в третьем. Но здесь нет стали проекта. Если на первом сварне сталь проекта – это LMAX, на втором и третьем – M390, то четвертый сварн – это целый набор вариантов. 25 штук CPM и 125 ВИНа, твердости 65 HRC. 25 штук M398 Бёлер Удехолен, также на твердости 65 HRC. ZDP-189 – 7 штук и 67 единиц по роквиллу. 6 разных паттернов до мастила, твердость 63-64 HRC. S90V – 20 штук на твердости в 64 единицы. И разумеется, Vanox 75 – 10 штук на твердости в 63,5 HRC. Фактически, варианты стали закрывают все возможные сценарии использования, и все эти стали были на тесте. Разумеется, S90V будет менее производительной, чем 125 или M398. Но она будет устойчивее. А Vanox 75, вероятно, уступит буквально всем в остроте. Зато он не ржавеет. Ну, в смысле, вообще не ржавеет. И да, ножей в проекте до 100 штук. А я сейчас перечислил 87. Будет кое-что еще. Ну, например, Vanox 6 сейчас тестируется. И если попытаться описать суть ножа одной фразой, то четвертый сварм в каком-то смысле сбросил все ограничения, так или иначе сопутствующие ножевому проекту. В ноже нет ни одного компромиссного элемента. Все, начиная от клипса, заканчивая клинком, позволяет мне назвать четвертый сварм лучшим ножом. Не победителем топа какого-то года, не лучшим в какой-то категории, а просто лучшим складным ножом. Вы абсолютно справедливо можете заметить, Руслан. Хорошо. Возможно, Bugatti и Ferrari это лучшие машины в мире. Возможно. Но на практике какой от этого толк? Сварм это безумно дорогой и редкий нож. И вы будете, в общем-то, абсолютно правы. Но вот что важно. Перед вами нож Камрад. Один из первых ножей серебряной серии. На него был обзор, были тесты, и все эти материалы на канале есть. Камрад это отличный нож. И самая яркая его черта – эргономика. Эргономика Камрада вполне может спорить с лучшими ножами из таблицы. Но и в остальном Камрад ни в чем не пасует на фоне серийных ножей. Вот это Carnet. На момент записи обзора новинка из серебряной серии. И Камрад – прекрасный нож. Но давайте их сравним. Давайте сравним финиш титана, сложность обработки титана, финиш спусков. Наглядно разницу видно по клипсе. А ведь это оба ножа серебряной серии. Стоимость обоих ножей сопоставима. И дело ведь не только во внешнем виде. Посмотрите на лайнер четвертого сварда. На ту часть, где располагается сухарь. Сухарь находится как бы в кармане. То есть в лайнер встроен не только предохранитель от случайного закрытия ножа, но и механизм, защищающий лайнер от проваливания вовнутрь. А теперь посмотрите на фрейм Carnet. Тот же самый карман. Золотая серия это ведь не только сумасшедший финиш, точность, шайбы и невероятные стали. Золотая серия это еще и полигон обкатки идей и технологий. И золотая серия не узурпирует эти технологии. Наиболее интересные и полезные фишки идут дальше. Так что сварн это не только и не столько дорого-богато. Сварн в первую очередь это ножевой прогресс. Вот такой, друзья, нож. Вот такой материал. Надеюсь он вам понравился. Я постарался максимально подробно и максимально детально рассказать об этом невероятном ноже. Культратек сварн 4. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok